Отказ от мясных блюд во время поста вовсе не означает, что ваши траты будут меньше. Ведь, как показывает практика, ценник на овощи и фрукты в период межсезонья не всегда радует потребителя. К примеру, те же помидоры и огурцы в настоящее время в среднем стоят от 200 рублей и выше. Те, кто соблюдают пост, не скрывают, что запастись нужно не только терпением, но и деньгами. Если одними крупами питаться, то дешевле. А если овощи и фрукты, то, конечно, уже дороже получается. Смотря где закупаться, в принципе, овощи не в сезон. И порой бывает, что дороже, чем мясо. Можно поститься, конечно. Сейчас такие цены, что люди определяются, что сколько стоит. Уже она не думает, или он, о том, что поститься или не поститься мне. Хотелось бы, конечно, по божьим правилам, но не получается, потому что там дорого, там все кусается, денег мало, зарплаты пенсии смешные. Те же кабачки, которые летом стоят копейки и без проблем выращиваются дачниками, сейчас поднялись в цене. Вчера покупала кабачки и цукини, они там почти 300 рублей стоят. Ну и так тоже помидоры, огурцы. Большинство граждан и рада бы попаститься, вот только не уверены, что смогут это сделать, исходя из своих возможностей. Если бы был хороший доход, вот, может быть, и можно было попробовать. Фрукты мы любим, все любим фрукты. Но вот придешь, посмотришь, если только яблочко там, ну, два-три бананчика, и все. Дорого. И постное, и не постное. Если вы все-таки решили, что пост – самое время для самоограничения в еде, то следует знать, что можно употреблять в пищу тем, кто постится. Главным образом – это грибы, картофель, овощи и фрукты. Разрешаются и бобовые, а также халва, сухофрукты, орехи, горький шоколад, мед, сахар. Нет ограничений в крупах. Да и сами постные блюда могут быть не хуже скоромной пищи. Каша, супы, бош без мяса. Почему нет-то? И варили такой, просто свекольник какой-то. Прекрасно. Мы же огурцы и поем. Все едем. Сейчас на рынке, сейчас есть все, что хочешь. Ну, просто не лениться и готовить все. Гречневая каша с грибами, например, жареная, с луком. Очень вкусно. А вот рыбу можно есть только два раза за пост. На Благовещение, которое верующие отмечают, 7 апреля и на Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 9 апреля. Такое ограничение в пище, безусловно, полезно для здоровья организма, когда нет медицинских противопоказаний. Ведь фактически еда в пост – это низкобелковая диета с заменой животных белков на растительные. И если человеку опасно терять белок в пищевом рационе, то лучше воздержаться. Надо бы, конечно, надо бы разгрузить организм, все почистить там чего-то как-то. Вот. Но не получается. Мы не можем. И позволить себе не можем. И здоровья нет. Но ограничение в пище – не главное, что необходимо для врачевания души. По мнению верующих, главный смысл поста – это прежде всего духовное очищение, а не просто диета. А вот, что думают по этому поводу рядовые воронежцы. Основной смысл в том, чтобы очистился организм. Духовно. Ну и, естественно, желудочно-кишечный тракт весь очищается. Я думаю, что больше всего в молитве. Не в еде, а в молитве, которой нужно и утром, и вечером разговаривать. С Богом помолиться, попросить за всех мира, спокойствия, здоровья. Главное, чтобы постящийся все делал в удовольствии, а не против своей воли.